Мы сейчас посмотрим самые лучшие эффекты, которые там есть. Ну, кстати, это довольно круто. Тарты? Забросили на мизинец. Так, окей. Ну, давай. Далее, что можно сделать, это все свой большой палец. Большой палец, правой руки. И средний палец в правой руке. Средний палец. Друзья, друзья, сейчас смотрю свое старое видео, и я просто какую-то жесть тогда творил. Зацените. Допустим, вы выбрали какую-то карту. Но вас здесь физически нет, поэтому я это сделаю за вас. Допустим, выбрали вот эту карту. Я на нее не смотрю. Запомните ее. Мы кладем ее куда-нибудь в центр колоды. Допустим, вот сюда. Щелкаем пальцами и... Я надеюсь, это ваша карта, и она должна была оказаться наверху. Попробуем еще раз. Переворачиваем карту, кладем ее в центр колоды. Задвигаем. И... Всем привет, друзья. И то, что вы сейчас увидели, не имеет абсолютно никакого отношения к видео. Это был такой небольшой элемент ностальгии. Но я все же надеюсь, что фокус вам понравился. К тому же, это очень поднимает настроение. Если вам интересно, можете включить на этом канале во вкладке видео фильтр «Показать сначала старое». И там очень смешно, я какую-то полную магию творю. Но сегодня, друзья, не об этом. Сегодня мы будем искать и разбирать лучшие эффекты в социальной сети TikTok. И да, друзья, я знаю, что многих наверняка, кто смотрит сейчас это видео, уже задолбал этот TikTok. Может быть, кто-то даже его не скачивал, но он вас все равно задолбал, потому что реклама просто всюду. И я на самом деле не исключение, но мне стало очень интересно. Я заставил себя, я скачал это приложение TikTok и вбил хэштег «эффекты» на английском. И увидел огромное количество публикаций. Я так вскользь посмотрел и увидел. Довольно прикольные эффекты ребята делают. И я подумал, что вам будет это очень интересно, потому что прошлые видео с эффектами на этом канале вам очень зашли. И давайте так. Мы сейчас посмотрим самые лучшие эффекты, которые там есть. Мы разберем в общих чертах, как они сделаны. И выберем прямо сейчас один эффект и разберем его более подробно. Но если из этого списка вам понравится еще какой-то эффект, то обязательно пишите в комментариях. И комментарий, который соберет больше всего лайков, по этому комментарию мы снимем отдельное видео, как был сделан такой эффект. И да, друзья, понятное дело, многие эффекты, которые здесь будут использовать люди, это наверняка эффекты, которые просто встроены уже в тот самый TikTok. Но я хочу показать вам, как делаются именно те эффекты, которые есть не только в TikTok или которых вообще нигде нету. То есть вы можете сделать это на компьютере и выложить куда угодно. Итак, запускаем наше приложение TikTok. И, друзья, конечно же, будем готовы к тому, что... Так. Это не то. И, друзья, будем, конечно, готовы к тому, что большинство эффектов, которые мы найдем, они будут, ну, типа так себе или что-то очень странное. Но, тем не менее, поиск, забиваем по-английски эффекты. Давайте возьмем самый популярный хэштег, эффектс. 167 миллионов просмотров этого хэштега. И давайте прямо по порядку. Арина, слоу-мо. Эээ, слоу-мо? Арина, слоу-мо. Арина, слоу-мо. Как тут звук выключить? А, во. А тут можно на паузу жать. Офигенно. Ну, я ничего такого прям суперкрутого здесь не увидел. Просто какие-то переходы и замедленная съемка. У нас есть обучение о том, как делать замедленную съемку, не имея большого фпс на вашей камере. Вот здесь вы можете нажать на подсказку. Там будет видео с обучением замедленной съемки. Листаем дальше. Да, вот этот эффект как раз я уже видел. Да, 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 да. Там дальше будут еще такие же видео. Это на самом деле очень классный эффект. И я уже знаю два способа, как можно сделать такой эффект. Если вам интересен такой эффект, давайте лучше отдельное видео про это запишем. Так, давайте дальше. Ааааааа. Ну, друзья, это довольно круто выглядит. Это не сложно сделать. У нас уже есть видео о том, как левитировать предметы. Вот здесь ссылка, но там другой принцип, но вы тоже его посмотрите, там достаточно интересно. Такое, я думаю, нам стоит сделать. Но в целом здесь, естественно, есть 3D-трекинг и, естественно, используются 3D-модельки айфонов. Достаточно просто, и я думаю, вы очень легко сможете это повторить. Но мы листаем дальше. Ну, такое. Да, ну вот это, собственно, те 80%, наверное, которые будут так себе. Ничего супер такого, прям супер-пупер. Но это стандартный зум. Но это такая классика, такой фильтр даже в Инстаграме, если не думаю, что это стоит разбирать. Вот это достаточно прикольно, здесь тоже используется 3D-трекинг. Вообще, у нас не было еще полноценного видео о 3D-трекинге. Если вам это интересно, потому что очень много крутых вещей можно делать с этим инструментом. Так что дайте знать в комментариях, если вам интересно отдельное обучение о 3D-трекинге. Но здесь есть достаточно интересная вещь, на самом деле. Это замена цвета. У нас еще не было обучения на этот счет. И, возможно, сегодня как раз это и разберем. Но листаем дальше. Да, вот здесь он сделает, кстати говоря, то же самое. Достаточно прикольное, думаю, многим из вас будет интересно. Здесь она использует глич-эффект, довольно сейчас популярный. И также здесь такой эффект телевизора. Мы, кстати, рассказывали, как это делать. Вот здесь есть ссылка, обязательно посмотрите. Но у нас, кстати, на канале не было обучения насчет глич-эффектов. Если вам интересно про глич, обязательно напишите. Я думаю, что... Я думаю даже, что 100% сделаем это обучение. Но все равно напишите, чтобы мы знали, что мы не просто так снимаем. Друзья, ну как я и говорил, что 80% того, что мы будем листать, это... Ну такое, как бы 50 на 50, не совсем эффекты. А, это, по-моему, тот же парень, который снимал с айфонами. Кстати, достаточно прикольно. Я думаю, это не для сегодняшнего видео. Но дайте знать в комментариях, если вы хотите узнать, как делался такой эффект. Я думаю, можно будет снять даже потом отдельное видео, где мы разбираем эффекты этого Dead Wolf's Ray. Надеюсь, я правильно произнес. Ну, многие, судя по всему, любят этот эффект, где меняется цвет одежды. И я думаю, что, скорее всего, сегодня все-таки с вами его и разберем. Ну, кстати, это довольно круто. Опять наш Dead Wolf's Ray. Итак, подведем итог. Конечно же, 80% того, что мы с вами посмотрели, это было, ну, что-то такое с переходами. И не супер, там прям какие-то крутые голливудские эффекты. Но из того, что очень часто используют, и из того, что довольно интересно выглядит, и может быть даже практично для более серьезных работ, это изменение цвета каких-то предметов в кадре. Да, есть уже какие-то специально созданные фильтры, инструменты, которые работают автоматически. Выбираешь там цвет, и они сами там как-то их меняют. Но есть более гибкий способ, который вы можете сделать с помощью компьютера. И также он очень крут тем, что его использовали даже в некоторых очень известных фильмах. Например, фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Сцена, где девочка идет в красном платье по улице, и все остальное черно-белое – это единственная сцена во всем фильме, где одна девочка в красном платье, остальное все черно-белое. Также такой эффект был использован в фильме «Город грехов», где какие-то яркие моменты красные, там, помады или всякое такое, выделяется красным ярким цветом. Это очень стильно и круто выглядит. И также вы сможете сделать эффект, как мы видели и в ТикТоке, но более гибко. И прежде чем его сделать, вам, конечно же, нужно правильно его снять. Я снял для вас банан, потому что, ну, почему бы и не снять банан в конце-то концов. То есть вам нужно снять кадр так, чтобы тот предмет, у которого вы хотите поменять цвет, был один такого цвета во всем кадре. То есть банан у нас один желтый, и в кадре больше желтого нет. Либо если вы стоите в кадре точно так же в зеленой футболке, то сзади вокруг лучше, чтобы не было ничего зеленого. Иначе программа тоже уловит соседние зеленые оттенки и тоже будет их менять. Вам это не нужно. После того, как вы правильно это сняли, переходите во вкладку «Эффекты», дальше «Видеоэффекты», «Коррекция цвета». И первый плагин, который нам нужен, это «Оставить цвет». По-английски это будет называться «Leave Color». Перетаскиваем этот плагин на кадр, выбираем пипеткой нужный нам цвет, это желтый. Меняем «Сравнить цвета» на использование тона. Увеличиваем количество обесцвечивания на 100%. И дальше играем с допуском и мягкостью краев, чтобы выбрать только банан. И теперь все, кроме банана, черно-белое. Прям точно так же, как в списке Шиндлера. Но только у нас банан. То есть, как я сказал, в кадре может быть что угодно. Банан, там, футболка или девочка в красном платье. Это абсолютно не важно, это работает всегда. Главное правильно это снять. Но если вы хотите сделать так, чтобы все остальное не было черно-белым, чтобы все остальные цвета остались, но менялся определенный цвет, то сделайте следующее. Этот плагин мы удаляем и находим плагин «Изменить цвет». По-английски это «Change Color». Точно так же пипеткой выбираем нужный нам цвет. Сравнить цвета меняем на «Использование тона». И теперь представляете, что вы можете сделать. Идете в «Изменение тона», просто двигаете ползунок, и банан меняется на любой цвет. Но если у вас вдруг случилось так, что помимо этого предмета, в кадре есть еще такой же предмет такого же цвета, можно сделать следующее. Дублируем этот слой «Ctrl-C», «Ctrl-V». Ставим этот слой поверх, и у нижнего слоя удаляем этот плагин. Теперь у верхнего слоя выбираем эту маску и обводим ту область, которая нам нужна. Немного играем с размытием маски. И теперь только наш банан остался зеленым. А на этом все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал, и пишите в комментариях, какой эффект из ТикТока, который мы смотрели, вам понравился больше всего. Опять же, по комментарию, который наберет больше всего лайков, мы снимем отдельное обучение. А с вами был Артур Вишневский, и увидимся в следующем видео. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова